Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ. Вторая его часть, как вы, я надеюсь, помните, называется «Бизнес-класс». Сейчас она, собственно, и в эфире. Сегодня замечательная тема. Накануне выходных, наверное, она наиболее актуальна. Мы сегодня будем обсуждать с вами тему автострахования. На что обращать внимание и, подчеркну, мне очень нравится эта фраза, и поговорим о тайнах страховых полисов. Интрига такая. Тайны страховых полисов. Далее. Представляю мою сегодняшнюю гостью, с удовольствием это делаю, в студии «Бизнес-класса» Наталья Жильцова, директор бизнес-направления «Инфин» группы компаний «Независимость». Добрый день, Наташа. Добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, для вас я напоминаю, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Я уверен, их огромное количество, потому что тема актуальная во все времена автострахования. Так, ну что ж, ну что ж, ну что ж, давайте начнем. Ну, первый вопрос я для себя приготовил. Как правильно выбрать страховщика? Ну, и в какой-то степени, наверное, вы расскажете нам о том, да, почему именно группа компаний «Независимость», она стоит в ответе на этот вопрос где-то на первых местах. Да, Наташа? Да, Олег, спасибо. В двух словах расскажу о том, чем мы занимаемся, почему сегодня я здесь, почему мне такая почетная честь выпала отвечать на вопрос автострахования. Группа компании «Независимость» является одним из пяти крупнейших ритейлеров России. Авторитейлеров мы занимаемся десятью брендами и представлены в Москве и регионах. В рамках нашей структуры есть специфичная компания, которая занимается страхованием, кредитованием и лизингом. То есть в том числе, наверное, да? Потому что у вас много там специфичных компаний, насколько я помню. Да, в том числе вот наша компания «Независимость» финсервис, генеральным директором являюсь, который я, занимается страхованием, кредитованием и лизингом, и делаем мы это профессионально, являемся профессиональным участником рынка более десяти лет. Поэтому накоплен большой экспертный опыт, накоплен большой партнерский опыт, и есть, наверное, много подсказок и ответов на вопросы клиентов, и, возможно, на вопросы наших партнеров, скажем так, как видим рынок мы глазами посредника, профессионального посредника, что есть из нюансов, которые нужно учитывать для потребителя, какие нюансы с нашей точки зрения надо принимать во внимание участникам рынка на текущий момент. Наташа, все, что вы впечатляете, я думаю, это как раз то, ради чего слушатели прильнули сейчас к наушникам, к приемникам, потому что эти вопросы, вот каждый раз мы судорожно ищем на них ответы, когда выбираем как раз компанию для автострахования. Ну, если можно, давайте мы вот с этого и начнем. Как правильно выбрать, а точнее, давайте так, что надо учитывать при выборе компании для того, чтобы застраховать свой автомобиль? Ну, Олег, скажем так, мы, конечно, берем на себя определенную ответственность, предлагая, например, нашим клиентам перечень компаний, которые есть у нас в портфеле, и делаем свой предварительный скоринг, скоринг любых страховщиков, которые будут представлены, на текущий момент представлены. Что мы предлагаем учитывать обычному потребителю при выборе страховой компании по автострахованию? В первую очередь это размер компании. На наш взгляд, компания должна быть из первой двадцатки, исключения можно сделать, ну, скажем так. Подожди, а размер? Ну, я понимаю, это рейтинг. Оборот страховой премии. А, я представил, размер компании, это величина офиса, например, да? Да, в нашем бизнесе, в нашей отрасли размер компании определяется, как правило, оборотом страховых премий. Вот это главное, да? Который официально публикуется в СССР. Да, вот тоже это важно. Это важно. В доступе, да? Да, это абсолютно публичная информация. Можно одним, там, скажем, нажатием клавиши в Гугле или в Яндексе узнать размер страховой компании и, на мой взгляд, нужно выбирать компанию по автострахованию из первой двадцатки. То есть, чем больше этот оборот, тем... Чем больше оборот, тем более, наверное, прозрачно и, скажем, достоверно компания будет выплачивать. Ведь, в конечном итоге, мы страхуемся не для того, чтобы покупать бумажку, да? Конечно. Для того, чтобы реально получить выплату. Помощь, помощь. Помощь. В рейтинге Эксперт-Ра. То есть, на текущий момент... Эксперт-Ра это что, если поподробно? Это организация, которая официально рейтингует финансовые организации. То есть, это на уровне СНП, да? Стандарт Энпурс, да? Это российская организация, но уважаемая в отрасли. И, скажем так, вот ее рейтинг принимает свое внимание в том числе при оценке банковскими структурами, иными структурами для страховых организаций. Но ей можно доверять тоже, да? Потому что это объективная оценка. Так, это да, это объективная оценка, при том, что международными рейтингами похвастаться могут единицы на рынке. То есть, практически... А почему, кстати? Почему так? Независимость может похвастаться международным рейтингам? Вот, Олег, я объясню ситуацию. Совсем недавно только в отрасли был введен единый стандарт МСФО, международный стандарт финансовой отчетности. И это, ну, скажем так, для отрасли новость. Поэтому все международные рейтинги, они... А раньше РСБУ, да? Как и... Все рейтинги, которые делаются на территории Российской Федерации, они делаются на основе комплекса оценок, да, но РСБУ является одной из, скажем, да. Вот. Водоросли введен стандарт МСФО, то есть с 2012 года, в 2013 году уже есть официальные публикации. Кто-то сдал, кто-то нет. Но, тем не менее, для того, чтобы получать международные рейтинги, нужно, чтобы, ну, скажем, прошла достаточно серьезная аналитика, и чтобы международные рейтинги вообще восприняли всю эту статистику, сейчас пока они не воспринимают. Один год — это еще, да, не срок для того, чтобы... Да, потом получить рейтинг, например, Standard & Poor's достаточно сложный вообще, в принципе, получить какой-то квалификационный рейтинг нормальный. Вот. Эксперт РА принимает внимание также прибыльность компании, это очень важно, чтобы компания не была убыточной. Очень много компаний, которые показывают просто прямые убытки. Надо посмотреть статистику обращения в РСА. То есть это так называемый Российский союз авторстраховщиков, да, будем говорить по-русски, по словарю, страховщики, автостраховщики. Обращение в РСА — это статистика нареканий клиентов. То есть обращается в РСА клиент, правильно? С претензиями, да. С претензиями, как правило. Вряд ли он... Это как книга жалоб и предложений, да? Вряд ли там, как правило, одни жалобы пишут, да, и предложат. Пишут только жалобы, благодарности не приняты в отрасли, потому что, в принципе, страхование, да, это такая деятельность, которая должна вызывать... Конечно. А с другой стороны, за что благодарность, да? Потому что мы же договорились... За то, что выполнили обязательства. Да, вы мне должны сделать, о чем мы договаривались. Если вы не сделали, тогда, естественно, я жалуюсь. А если сделали, ну, молодцы. Точно. То есть обращение в РСА является тоже одним из индикаторов того, как работает компания с клиентами и того, насколько часто она отказывает в выплатах или нарушает условия договора. Такие тоже бывают случаи, да? Очень много, к сожалению, таких случаев. Поэтому статистика тоже публична, статистика доступна. На мой взгляд, нужно учитывать рекомендации, все-таки, которые дают профессиональные посредники. Мы не умаляем наше значение, потому что, опять же, накоплен большой опыт, есть собственный скорик, собственные там системы оценок наших поставщиков, которых мы продаем. И, конечно, сделать свой выбор. Смотрите, Наташ, этих рекомендаций, да? Вы можете предлагать несколько, я так понимаю, компаний. Мы предлагаем всегда несколько. То есть у нас есть установка наша четкая совершенно. Наташ, спасибо, много вопросов. Давайте мы тем не менее прервемся. У нас новости сейчас, послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Наталья Жильцова, директор бизнес-направления Инфим, группы компаний «Независимость». Ну и, как вы понимаете, мы говорим на тему автострахования, на что же нужно обращать внимание. И, Наташа, я надеюсь, чуть позже раскроет нам тайны страховых полисов. Несомненно. Значит, я еще раз напомню, друзья мои, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте Наталье вопросы, ну, пользуйтесь случаем, потому что на них можно получить квалифицированный ответ. Наташа, продолжим. Итак, мы, собственно, были озадачены правильным выбором страховой компании. Последняя рекомендация, которую бы я хотела озвучить для въедливых потребителей, это изучение правил сроков ограничения страховых выплатов. Дело в том, что у всех компаний совершенно разные условия, и, например, по срокам выплат сроки варьируются от 3 дней до 45 дней. Это тоже нужно принимать внимание, так как оперативность каждого страховщика разная. Да, да, страховая компания говорит, что я буду в течение 45 дней выплачивать. Для чего она? Они берут дополнительный срок, возможно, у них плохой процессинг, возможно, они перезакладываются на сроки, дабы не попасть под закон о правах потребителей, который сейчас распространяется на автострахование. То есть много нюансов, но это тоже стоит принять в внимание. То есть они перестраховываются другим. Совершенно верно. То есть это тоже нужно принимать во внимание. Ограничение в страховом покрытии тоже очень важный фактор. Так некоторые компании принимают, предположим, гидроудар, который происходит сейчас очень часто на дорогах Москвы. Гидро сейчас, сплошное гидроудар. Сплошное гидроудар. В большинстве компаний это ограничение, то есть это исключение из страхового покрытия. В некоторых компаниях это является страховым случаем. То есть вот такие нюансы, которые, безусловно, профессионально вам разъяснит хороший правильный агент или сотрудник независимости Инфин, либо вы можете учесть сами и посмотреть в правилах конкретного страховщика. Самим, как правило, сложно, наверное, это сделать. Сложно разобраться. Много нюансов, конечно. Много нюансов. Хорошо, хорошо, я понял. Значит, по сути, да, мы с вами разобрались, как правильно выбрать надежного страховщика. Ну и далее, после того, как я этот выбор сделал, что происходит? Я еду к нему в офис и заполняю какие-то там бумажки, оформляю страховой полис. Как это происходит? Расскажите, Наташа. Сейчас очень много вариантов, как оформить полис. Безусловно, классический способ оформить полис, либо в дилерском центре, где покупаешь автомобиль. Сразу же причем? Сразу же, да. Фактически это соседний стол, соседний отдел, так как это происходит в независимости. Либо ты можешь воспользоваться услугой страховой компании. Наташа, знаете, о чем подумал сейчас? Ну, наверное, с эмоциональной точки зрения, покупка автомобиля – это всегда радостные эмоции. Конечно. Человек, когда находится он в этой эйфории, представляете, он говорит, вот быстрее, давайте быстрее уже, я сейчас сяду, как педаль в пол, и ура, ура. Мечта моя сбылась. Подожди, ему надо страховку подпиши. И он пересаживается за соседний стол, ему подказывают бумажки. Естественно, ему читать не хочется, ему скорее бы за руль. И он подмахивает все, что там написано. Может быть, не стоит? Процесс выбора страховой компании – важное мероприятие. Для каждого клиента мы уделяем там несколько этапов. Первый этап, когда мы просто консультируем и, так скажем, первичный ликбез по продуктам, по условиям, по страховым компаниям. И у клиента уже складывается ощущение, что ему нужно и в какие деньги он уложится. То есть он об этом уже знает зарах. Конечно, конечно. На втором этапе мы уже формируем пакет документов. То есть вот сейчас в нашем стандарте, чтобы клиент к моменту, когда ему выдают автомобиль, уже приехал к нам и забрал только бумаги, которые с ним предварительно согласованы, все говорено, там деньги уже вплоть до того, что деньги уже в кассе. Но есть обязательный вид ОСАГО, без которого просто нельзя выехать из автосалона, поэтому мы должны клиенту предложить эту услугу. Но, естественно, ряд дополнительных услуг, таких как АСКО и другие. Я понял. Хорошо. Значит, ну как минимум, да, можно пересесть за соседний стол. Еще каким образом можно оформить страховой полис? Сейчас, тем более, вариант там в интернете. Да, можно заказать полис через интернет. Можно купить полис в ближайшем офисе. Можно купить полис у агента. Можно там, вплоть до того, что сейчас разные ритейлеры вообще непрофильные предлагают страхование. Но мне все-таки кажется, что страхование такая вещь, которая требует разъяснения, экспертных оценок или хотя бы рекомендаций. Еще очень важно, что предлагает компания при поддержке. То есть, есть ли сервисная поддержка у того продавца, который тебе предлагает полис? А что это значит, сервисная поддержка? Вы знаете, сервисная поддержка – это, как правило, либо круглосуточная поддержка по телефону, либо помощь в урегулировании, которая оказывается конкретными действиями. Например, вызов аварийного комиссара на место ДТП, который тебе потом соберет все справки в органы ГИБДД. Это здорово. Да, что интереснее, может быть, милиции по месту жительства. Это… Ну, то есть, я понимаю, задача такая. Если я, не дай бог, попал в аварию, я позвонил кому надо… Позвонил кому надо, он приехал и все сделал. И он, да, и он все знает, что делать. Это идеальная картина. Ну, а вообще есть такие примеры идеальных решений? Вы знаете, есть. Есть, и, к счастью, у нас есть положительные отклики от клиентов. То есть, не всегда все-таки ругаются, иногда хвалят. Иногда. Это всегда очень приятно. Конечно. Да, и, как правило, это связано вот именно с тем, что мы превзошли ожидания той услуги, которую декларировали. То есть, дали аваркомы, действительно, приехали, все сделали в сроки, все собрали. И машину отдали, и машину отремонтировали. Боже мой. И даже подогрели машину к приезду клиентов, потому что зима. И, вы знаете, такой сервис, мне кажется, вот будущее нашего рынка. Это, как я вспоминаю, в гостинице, да, приезжаешь, и там все хорошо, красиво. И тут еще и маленькая розочка, и шоколадочка лежит еще, да. Ну, лучше, конечно, бутылочка шампанского маленькая. Нет, нет, это в гостинице, но я за рулем-то вряд ли, наверное, это будет уместно. За рулем точно не стоит, это всегда исключение из покрытия. Конечно, конечно. Нет, вот такая картина, прям, благожелательная такая, вы ее нарисовали. Это не фантастика, да, я правильно понимаю? Это не фантастика, это есть, и действительно, рынок идет вперед, и все, вот правда, все участники, особенно, вот, сделаю акцент на профессиональных посредниках, мы всегда стараемся занимать сторону потребителя, так как это наш клиент, и мы, оценивая ситуацию, как правило, видя, что идет нарушение, например, скажем, ущемление прав потребителя, мы занимаем его сторону и делаем все возможное, чтобы ему помочь. Рынок идет вперед, вы сказали. То есть, я так понимаю, с точки зрения того, что ужесточается конкуренция, именно это заставляет, да, по-другому как-то страховые компании относиться к своим клиентам? Конкуренция в данном секторе всегда очень сильна, но сейчас я бы обратила внимание всех потребителей на то, что в страховании как отрасли происходят законодательные изменения, и есть изменения судебной практики. И это очень важно учитывать, так как вот постановление Пленового Верховного Суда от конца прошлого года, от середины текущего года приравнивает страховую деятельность под закон о правах потребителя, что очень важно изменить, да, то есть ранее действовал закон о страховании, гражданский кодекс соответствующей части, теперь суды принимают сторону потребителя практически, ну, в подавляющем количестве исковых требований. Здорово. Я как раз о судебной практике хотел, да, услышать. То есть теперь, знаете, такое прецедентное право, да, у нас там британское, то есть теперь есть случаи, когда суд не встает, да, на сторону страховой компании, как это было раньше, да, а теперь он еще и принимает сторону пострадавшего лица. Сейчас подавляющее количество судов принимает сторону потребителя. То есть вообще вот кто знаком с данной практикой, именно, которая проходит по закону о правах потребителя, знает, что там очень много вещей, которые на стороне потребителя, в том числе просто любое даже заявление потребителя, которое подпадает под данный закон, налагает на виновника 50% штрафа от сумы иска. Просто элементарно. Именно потому, что есть, да, на тебя жалоба. Есть нарушение, которое подпадает под данный закон. И очень много моментов, которые ранее, например, являлись исключением из страхового покрытия, теперь с точки зрения Верховного суда любые другие инстанции судов должны рассматривать в пользу потребителя. Страховщики плачут. Страховщики плачут, страховщики говорят о повышении тарифов, о том, что судебная практика увеличивается. Наташа, прошу прощения, мы сейчас прервемся, у нас рубрика, а потом продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Тема сегодняшней программы автострахование. На что нужно обращать внимание. Ну и пресловутые тайны страховых полисов. Говорим мы на эту тему с моей гостьей в студии бизнес-класса Наталья Жильцова, директор бизнес-направления Инфин, группы компаний «Независимость». Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фМ. Итак, Наташа, продолжим. Не так много времени у нас, к сожалению, а тема необъятная. Ну и если можно поподробнее, вот о судебной практике. Я, честно говоря, опять-таки с точки зрения обывателя, ну слава Богу, мне как-то Бог миловал все это дело. А вот мои близкие знакомые, периодически что-то у них случается. И как все, как один точнее, да, все плачут от того, что страховая компания с ними обошлась не по-человечески. Да, есть такое мнение об отрасли. Это правда. Мы тоже недавно проводили исследование в рамках группы «Компании «Независимость»» по поводу ожиданий наших клиентов вообще от страховых компаний. Как оказалось, большинство, подавляющее большинство потребителей относятся к страхованию как к неизбежному злу. И отношение такового... Изначально, да, это все диаметрально противоположно должно восприниматься. Совершенно верно. Изначально защита интересов, поддержка. Конечно, защитник мой. Совершенно верно. Но, к сожалению, отрасль пошла по такому пути, что фактически управлялась со стороны страховщиков. И управление с этой стороны исключительно привело к тому, что очень часто права потребителя были нарушены в силу даже гражданского законодательства. И вот хочу еще раз обратить внимание, что последние изменения, которые происходят, я бы сказала, даже не в судебной практике, а сейчас на неком законодательном уровне, состоят в том, что страховая деятельность по имущественным видам страхования, к которой также относятся автострахование, она подпадает под закон о правах потребителя. И получается, что постановление Пленума Верховного Суда кардинально меняет фокус вообще отношения судов, ну и, соответственно, должен изменить фактический отрасль, к страховой деятельности. То есть сейчас суды встают на сторону страхователей. И даже в случаях, которые не предусмотрены, казалось бы, полисом. Например, вот в постановлении Пленума напрямую сказано, что если человек, который не был по полису, допущен к управлению, вдруг попадает в ДТП, то страховщик-страховщик не имеет права отказывать возмещение, а должен заплатить. То есть фактически идет антиселекция на профессиональном языке. То есть все условия договора по поводу стажа, возраста, количество людей и их ФИО, которое указано в полисе, это все условия ничтожны. Здорово, да. И там очень много интересных поправок. Также идет там речь о том, что, например, утрата товарной стоимости, которая ранее не рассматривалась, идет как прямой ущерб и должна рассматриваться страховщиком. То есть это пресловутая амортизация, да? Это больше, чем амортизация. Это утрата товарной стоимости, то есть это потеря стоимости транспортного средства в результате того, что транспортное средство подлежало ремонту. То есть это естественное, скажем так, уменьшение стоимости, неестественное уменьшение стоимости в результате какого-то ДТП, серьезного ущерба. Воздействие механического. Совершенно верно, потому что детали уже другие, скажем, по качеству. И продать за ту стоимость, какая была бы у автомобиля, без этого ремонта, этот автомобиль будет невозможным. Ну, то есть это, как правило, относится к серьезным случаям, к серьезным ДТП. Но, тем не менее, вот такая поправка, она очень такая интересная, да, с точки зрения судебной практики. Но на текущий момент могу сказать, что судебная практика не накоплена. Вот что касается ОСАГО, она достаточно стабильна, а вот что касается КАСКО, она только-только вот сейчас формируется. И, конечно, все страховщики с ужасом и с недоумением, скажем, относятся к этому всему и ждут, вот как будут вести себя суды и потребители. И больше всего, чего боятся, конечно, все, что начнется потребительский экстремизм. И в эту сторону может качнуться рынок, так как, в общем, существует уже голод, да. Наверное, у большинства потребителей, которые сталкивались именно с проблемами в выплатах или в задержках, или в уменьшении выплаты, хотят, наверное, отыграться, так вот в хорошем смысле слова. Но, тем не менее, потребительский экстремизм, как мы знаем, тоже ни к чему хорошему не приводят, так как в любом случае... Ну, экстремизм в целом ни к чему хорошему не приводит. Ну, тем не менее, Наташа, это любопытно. Я думаю, что, наверное, если говорить о возможности вот этого потребительского экстремизма, наверное, это все-таки вещь такая неглобальная. Вряд ли, я думаю, что все именно, исходя из опыта... Это единицы, но они, как правило, очень показательные. Вот, вот, скорее всего, это единицы. И более того, это даже на уровне какого-то такого, я бы сказал, тонкой грани, где гражданские отношения переходят в уголовные уже, да, там могут быть, могут люди воспользоваться, да? Очень часто имеют место быть факты реального мошенничества. Вот об этом и речь. Но это уже уголовное право. Совершенно верно. То есть об этом мы сегодня и не говорим. Мы говорим о том, что совершенно правомерно человек может требовать все, что положено по закону о правах потребителя, но там может речь действительно идти о суммах совершенно других выплат, нежели предписано, скажем, условиями правилы страхования. Но те, кто знают вот эту тему, я думаю, меня хорошо поймут. Да, да. Хорошо. Наташа, давайте продолжим. Вот в каком направлении, собственно, мы говорили, да, о том, как выбрать правильно страховую компанию, да, и механизм оформления страхового пояса. А что, в принципе, можно застраховать сейчас, по крайней мере? Все, что относится к автомобилю, это вот на текущий момент следующие виды страхования. По закону мы обязаны все, как автомобилисты, иметь полис ОСАГО, обязательное страхование гражданской ответственности. Мы можем докупить к ОСАГО полис добровольное страхование гражданской ответственности, то есть расширить свой лимит в случае, если виновен и что-то серьезно повредил, что-то серьезное. Потому что у ОСАГО там... Ну, лимит 120 тысяч, он пока и сохраняется. То есть все говорят о расширении сейчас лимитов по ОСАГО, но пока не случилось. Всем рекомендуем покупать добровольное страхование гражданской ответственности, стоит дешево, но спокойствие прибавляет на порядок. А на сколько лимит раздвигается? Я предлагаю убирать лимит не меньше миллиона рублей, так как, в принципе, миллион рублей — это вот та сумма, которая в среднем покрывает все убытки и по имуществу. Можно взять больше, то есть существуют полисы на гораздо большие суммы, но, естественно, они стоят дороже. То есть оптимально миллион рублей. Можно застраховать каска, каска — полный пакет, угон, ущерб. Или застраховать какой-то специфичный риск, например, только угон. Или застраховать, например, каска, ограниченная только ущербом. Или застраховать полная каска с франшизой. То есть вот об этом можно отдельно поговорить, что лучше, для кого лучше. Можно застраховать жизнь в автомобиле, себя и пассажиров. Можно застраховать продленную гарантию на автомобиль, Если автомобиль новый, не новый, то сейчас продукт активно продвигается рынком. То есть гарантия – это поломка деталей в результате естественного износа и эксплуатации. Это не каска, это вообще не этот вид. Ну понятно, но это говорим или о сроке гарантийного обслуживания? Мы говорим о сроке после гарантии, когда автомобиль сходит в заводской гарантии, и ты докупаешь продленную гарантию для своего автомобиля в рамках завода. Гарантии, как будто это дает завод. Но на самом деле это дает не завод, а это дает дилер. То есть, соответственно, завод за это... Завод за это заплатил 2 года или 3 года, или сколько предусмотрено заводской гарантии, а ты можешь докупить этот... Но формально для меня просто продлевается срок гарантии на обслуживание. Да, можно к этому так отнестись, совершенно верно. Можно застраховать имущество автомобиля, сейчас есть такие интересные виды. Можно застраховать специфичные виды, как шины-диски, которые всегда являются исключением страхового покрытия по автокаска. То есть вот весь спектр, скажем... То есть выбор огромный там, да? Ну, он ограничен, безусловно, он конечен, но, тем не менее, вот все, что связано с автомобилем, сейчас, мне кажется, достаточно полноценная линейка продуктов, и мы в этой линейке, скажем, стараемся держать некий оптимальный набор. Кстати, по поводу мы, да, вот группа компаний Независимость, Независимость Инфин, наверное, да, правильно говорить об этом, предлагает какие-то оригинальные, насколько я знаю, услуги, да? Можно об этом подробнее? Мы стараемся отнестись к нашей продуктовой линейке с точки зрения потребителя. Что нашему клиенту было бы нужно в жизни для того, чтобы действительно иметь такую полноценную защиту? Мы все-таки относимся к страхованию как к защите. Мы считаем, что, безусловно, нужно, ну, иметь все обязательные виды страховок, к которым относится ОСАГО. На наш взгляд, нельзя жить без добровольной автогражданки, то есть надо расширять свой лимит в случае, если ты виноват. Нужно обязательно страховать КАСКО или частично хотя бы его страховать с франшизой, потому как, ну, скажем, на наших дорогах без этого вида, на мой взгляд, ездить просто нельзя. И альтернатив, к сожалению, нет. То есть сколько бы автомобиль не стоил, все равно его жалко. Если жалко, если его угонят. Жалко, если он там уйдет совсем там в тоталь, как мы это говорим, да? Но есть такой профессиональный сленг, когда автомобиль не подлежит уже восстановлению. Нет, называется Total или Total Loss. Соответственно, все равно жалко, и сколько бы ему не было лет, и как бы он там не выглядел, все равно это твои деньги, это твои там средства передвижения, поэтому нужно страховать. Прежде всего, конечно. Да, альтернативы, к сожалению, нет. Мы считаем, что обязательно, если, например, берется кредит, нужно застраховать свою платежеспособность. Мы рекомендуем, по крайней мере, это клиенту, потому что, ну, наша жизнь такова, ну, очень многие в кредитах. Очень многие... Об этом даже не стоит сейчас говорить. Я хотел бы уточнить, что такое застраховать свою платежеспособность? Есть такой специальный продукт, который называется защита платежей. То есть человек страхует фактически на сумму кредита, на сумму кредита, то, которое он берет под свой автомобиль, свои несчастные случаи, на фактически свою жизнь. Да, и там спектр страховых случаев, он достаточно велик. Я просто подумал, возможность там потери работы, она тоже страхуется? Есть такой продукт, есть продукт, который называется джоплос, или безработица. Продукт... Но я хочу отметить для потребителей, что продукт работает в случаях, когда, например, предприятие банкротится, или человека увольняют по сокращению. Ну, понятно, но не потому, что я решил... Не потому, что вы написали заявление об увольнении. Совершенно верно, и пошел на печку. Но, тем не менее, продукт достаточно востребован, особенно в кризисных условиях, когда идет тенденция к безработице. Интересный продукт. Уверенность. Один из, кстати, линейки, скажем, специфичных продуктов. Наташа, прошу прощения, давайте я вас прерву, у нас есть звонок, послушаем. Владимир, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. День добрый. Хотел спросить, а как быть автовладельцем старых автомобилей? Я, например, коллекционирую старинные автомобили, пока их страховать все отказывают. Несмотря на то, что стоимость у автомобилей достаточно высокая. Старых, не старых, наверное, да? Старинных, раритетных в этом смысле, да? Да. Я понял. Спасибо, Владимир, спасибо за звонок, Наташа. Вопрос очень интересный. Я бы сказала, что... Случаи есть такие у вас? Конечно, есть. И все, что касается раритетных автомобилей, автомобилей эксклюзивной сборки, вообще автомобилей индивидуальных, там, скажем, сборок, с ними есть, конечно, сложности в страховании. Почему? Потому что нет, во-первых, ну, скажем, практики восстановительного ремонта для данных автомобилей. Во-вторых, ну, на самом деле не знает, сколько это стоит. Да-да-да, совершенно верно. Вообще, как оценить риск и даже как оценить страховую стоимость для данного автомобиля. Решение для Владимира найти можно. Это я могу сказать точно. Потому что среди наших провайдеров, среди наших страховщиков есть любители, неких эксклюзивных... А, даже так, именно любители, да? То есть они как бы такую оригинальную услугу предлагают. Да-да, если у вас будут некие эксклюзивные запросы, вы можете обратиться. Но, скажем, в массовом порядке, я согласна с Владимиром, что там будут проблемы однозначно. Но что могу отметить, что, скорее всего, будет предложено страхование с достаточно большой франшизой. То есть страхование, скорее, на критические риски или случаи полной гибели, или случаи угона, вот что-то в таком вот роде. То есть полная автокаска классическая, когда ты едешь по направлению к дилеру и ремонтируешь автомобиль при повреждении, там, конечно, работать не будет. Не будет. Да. Ну и, скорее всего, это будет, наверное, значительно дороже. Оценка риска. То есть очень сложно оценить риск. Скорее, это будет индивидуальный тариф, индивидуальная котировка, которая не подпадает ни под какую, скажем, стандартную логику. Понятно. Спасибо, Наташа. Еще раз прервемся, новости послушаем на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Наталья Жильцова, директор бизнес-направления Инфин, группы компаний «Независимость». И говорим мы о проблемах авторстрахования, на что надо обращать внимание. Ну и, кстати, тайны страховых поисков. Раскроем мы наконец-то или нет? А, Наташа? Стараемся это делать уже 45 минут почти. 45 минут, да, мы на эту тему говорим. Я еще раз напомню, уважаемые слушатели, для вас телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Задавайте свои вопросы. Ну и так. Ну, собственно, примеры, может быть, какие? Какие проблемы возникнут при урегулировании страхового случая? Из жизни, что называется? Да, будем, Олег, откровенны. Я буду исходить из нашей практики, как я уже сказала. У нас очень большой опыт накоплен в обращениях наших клиентов. То есть говорим правду, только правду и ничего. Говорим правду, да. Я здесь всегда, скажем, стою на стороне действительно добросовестного потребителя. Подчеркну добросовестного. Добросовестного. Проблем, которые являются причиной вне выплаты или сокращения в выплате. Поэтому надо очень внимательно отнестись вообще к заключению договора. Страхование автоказкой является двусторонним договором. Поэтому ставить свой подпись, вы соглашаетесь под условиями того полиса, который подписываете. Нельзя, конечно, относиться к этому, так скажем, халатно и подмахивать все, что вам предлагают. Проверьте. Проверьте абсолютно все атрибуты страхователя, выгодоприобретателя, страховых рисков, что вы застраховали. Стоит ли галочка, необходимое в том месте, которое вы действительно выбрали. Это очень важно. Какая сумма франшизы, какая сумма страхового покрытия, какие условия предусмотрены дополнительно к правилам. К этим условиям, кстати, могут относиться условия, которые даже иногда противоречат правилам. То есть здесь идет польза договора. Да, из разряда мелким шрифтом. Это из разряда мелким шрифтом, точно совершенно. И на обратной стороне тоже. То есть все, под чем вы подписались, потом оно будет работать. А если вдруг вас вводят в заблуждение, здесь закон на вашей стороне, но это надо доказать, что вас ввели в заблуждение. К сожалению, поставив свою подпись, доказать это очень тяжело. Сказать о том, что я не перевернул страничку и не посмотрел. Да, не посмотрел, это агент виноват. К сожалению, то есть не все можно сказать при заключении сделки, не на все обратить внимание, как Олег правильно сказал. Например, покупка автомобиля, это февричное такое событие. Все радостно, счастливо, довольны. А что-то там мелким шрифтом, конечно, не замечается. Тем не менее, мы стараемся обращать на это внимание всегда. При наступлении страхового случая или случай, имеющий, знаете, как в классическом жанре, признаки страхового, здесь нужно отнестись серьезно к срокам заявления. И на сроки заявления разные страховщики отводят разное время. То есть по ОСАГО это стандартный срок 15 рабочих дней, по различным видам ущерба это от 3 до 15 дней, опять же, по угону это 24 часа. Как правило, у всех страховых компаний. То есть я должен, в этот срок я должен подать заявление? В любом виде, да, вы должны подать письменное заявление, хоть телеграммой, но сообщить. Вы должны далее предоставить страховую компанию перечень документов, которые регулируются правилами. Но в правилах есть, как правило, оговорка, что страховщик, страховая компания имеет право дополнительно с вас потребовать некие документы. То есть опять перестраховка идет. Вот здесь, опять же, закон сейчас на стороне потребителя. Так как, например, не имение каких-то документов не является основанием для отказа. Совершенно верно. Очень важно также смотреть, как страховая компания относится к срокам. То есть сейчас закон на стороне потребителя. Если сроки нарушены, то здесь права потребителя очень серьезно зарастают. Что делать? Какие мы можем дать рекомендации, что делать, если, например, страховая компания отказала? Если страховая компания уменьшает сумму выплаты? Ну, во-первых, рекомендация при заявлении любого случая всегда приносить с собой копию документа любого и получать от эксперта, которому вы передаете данный документ, будь то справка ли, или, не дай бог, вы передаете при угоне ПТС, оригинал ПТС, получите расписку получения этого документа. Это очень важно, потому что далее, если вы будете доказывать, что документ был представлен, и не будете доказать, что он был представлен, соответственно, доказать это сложно. Получайте копии, получайте расписки и дату. Я правильно понимаю, мне даже страшно об этом говорить, что я своему страховщику отдал документы, а он потом хлопает глазами и говорит, я тебя ничего не видел. Если дело доходит до суда, все эти документы будут в вашу пользу. Поэтому лучше всего, если вы придете с копиями, не поленитесь, копируйте все справки, имейте копии, имейте даты. А копиями я не могу обойтись в данном случае, отдать ему копию. К сожалению, отдаются оригиналы. Оригиналы отдаются страховую компанию, но себе вы оставляете копию с отметкой о получении, даты получения, что эта дата вот такая-то. Соответственно, если идет отказ или уменьшение страховой выплаты, не стесняться обращаться к своему агенту, у того, у кого купили полис, или к дилеру, то есть к нам. Сообщайте о нарушении. И на самом деле можно писать досудебную претензию официальную в адрес страховой компании. Отправлять ее, опять же, с получением дат и входящих номеров. Клиточки должны быть обязательно. Совершенно верно. Если все далее складывается, опять же, не в пользу потребителя, не в пользу клиента, мы считаем, что сейчас, в общем, суды, опять же, на стороне потребителя нужно идти в суд. Сейчас это все процедурно, достаточно делать слегка. Много юристов, много... Кстати, вот по поводу процедур, да, очень хорошая тема сейчас, Наташ, вы затронули. Очень часто одна мысль о том, что сейчас я вот в эту пучину судебных разбирательств должен погрузиться, одна эта мысль сразу отбивает желание. Ну и ладно, махаю руками. Ладно уже все. Олег, понимаю, и сама так же, как потребитель всего этого очень, ну не боюсь, скажем, мне это очень все не нравится. Я всегда за то, чтобы был правильный человек на вашей стороне. То есть правильный знакомый, будь то независимость инфин или доверительное лицо другое, которому вы доверяете. И большинство проблем, которые, возможно, в страховой компании решаются еще на этапе просто даже заявления или полиса. То есть на той стороне смотрят, что человек грамотный пришел, да? Совершенно верно. Вот, например, что мы делаем, когда потребитель, клиент обращается к нам, говорит, мне уменьшили выплату или мне не выдают направление туда, куда я хочу. Мы смотрим на, во-первых, ну добросовестность этого потребителя, безусловно, в первую очередь, чтобы не было признаков мошенничества, потому что это для нас неприемлемо. И если видим, что это добросовестный потребитель, что мы действительно видим нарушение его прав, мы, безусловно, встаем на его сторону. И, имея свои рычаги воздействия на нашего партнера, на страховщика, мы используем их... Это секретные рычаги какие-то? Ну, смотрите, здесь все просто. Сейчас, например, объем страховых премий, который мы подписываем ежегодно в пользу страховых компаний, он сравним с оборотом страховых премий, там, топ-30 страховых компаний. То есть мы большие. То есть приличные деньги. Мы приличные, да. 40 тысяч уникальных клиентов в группе, то есть именно вне зависимости Инфин. То есть тоже большая практика, большой опыт. И с нашими, может быть, ну, скажем, экспертными мнениями, нашими просьбами или требованиями большинство страховщиков не может не считаться. Поэтому... То есть я так понимаю, что с психологической даже точки зрения, если, да, независимость позвонила и мягко рекомендовала, да, вот сделать вот так, то, скорее всего, возражений не будет. Да, правильно? В большинстве случаев, когда совершенно явно идет ошибка или идет, скажем, несанкционированные какие-то действия в сторону нашего клиента, мы очень быстро решаем все эти вопросы в пользу клиента. Вот. И таких случаев очень много. И, к счастью, там, на текущий момент есть действительно благодарность от наших клиентов, где, ну, есть действительно вот эта вот добавочная стоимость нашей услуги. Вот. Плюс у нас же есть своя служба независимость ассистанс, которая помогает нашим клиентам в урегулировании страховых случаев. Мы собираем справки с органов ГИБДД, ОВД, вызываем аварийного комиссара. То есть, ну, вот эта вся бумажная волокита, вот эта вся беготня, она, в общем, передается на наши плечи, ложится на наши плечи, и эту услугу оказываем клиенту мы. Это здорово. Да. Ну, и, собственно, мы как раз об этом, да, Наташа сейчас начала рассказывать нам. Давайте, поскольку осталось не так много времени, подытоживая уже наш сегодняшний разговор, все-таки сделаем акцент на том, а почему в конечном итоге, да, я, выбирая страховую компанию, или, точнее, да, помощника себе для подобного мероприятия, все-таки должен посмотреть в независимость Синфин. Какие-то, видимо, есть явные преимущества, да, Наташа? Да, Олег, я уже на протяжении нашего разговора несколько раз, скажем, красной нитью говорила о том, что действительно накоплен очень большой опыт, 10 лет работы на страховом рынке в качестве посредника, который имеет полноценный и офис продаж на 18 точках в Москве, и полноценный бэк-офис для всех документов, которых множество в страховании. Мы для наших клиентов оказываем, мне кажется, достаточно серьезную помощь. Во-первых, мы для клиентов выбираем те компании, которые мы, на самом деле, как эксперты считаем надежными и достойными для страхования. За какую степень берем на себя, да? Мы на себя берем так, первичную-первичную оценку. То есть мы в нашем портфеле на текущий момент не держим страховщиков, которые показывают признаки даже неплатежеспособности, у которых есть проблемы, скажем, с акционерным капиталом или есть тому признаки. То есть мы за этим следим. К сожалению, рынок на текущий момент остается не вполне прозрачным для потребителя. Оценить самому, как там тот или иной страховщик себя чувствует, очень сложно. Это практически невозможно. И даже мы там своим опытным взглядом не всегда успеваем. Но последние, скажем, несколько лет уже научились видеть даже просто признаки. И расторгаем договор, прекращаем деятельность. Это первое. Мне кажется, это очень важно. Второе, то, что мы оказываем. Мы же оказываем полный сервис, то есть мы гарантируем, что если клиент страхуется у нас, соответственно, мы же ему окажем потом ремонт. Это важно. Клиенту не нужно ехать в офис страховой компании. Все страховые случаи регулируются на территориях дилерских центров независимости. То есть есть процедура удаленного регулирования убытков. У нас есть люди, которые полномочны принимать убытки, оформлять необходимые документы и, соответственно, выдавать направление в ремонт. Ну и самое главное, наверное, мы на стороне потребителя. То есть мы тот самый правильный помощник, правильный контакт, который для клиента может оказать неизменимую услугу. Согласен. То есть в данном случае можно сказать, что вам можно доверять просто так исключительно по-человечески сначала. Исключительно стараемся именно так работать, именно так всегда себя вести с нашим потребителем. Это здорово, это здорово. Ну, дай бог, чтобы в этом направлении и получила развитие компания независимости Инфин в своих отношениях с потенциальными и с нынешними, естественно, клиентами. Ну что ж, Наташа, спасибо огромное. Спасибо, очень было интересно. К сожалению, как всегда, да, у нас не так много времени. Но все же, я думаю, мы ключевые моменты сумели обсудить. Уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в студии бизнес-класса Наталья Жильцова, директор бизнес-направления Инфин, группы компании независимость. Мы обсуждали проблемы авторострахования. Спасибо еще раз, Наташа. Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.